Как глава Туркменистана перевоплотился в командос, почем нынче поэзия и самый красочный карнавал на планете? Что отмечают сальвадорцы? Об этом и не только в нашем обзоре. Мастер-класс для военных от президента Туркменистана. Во время учения он показал армейцам, как метко стрелять и бросать кинжал. На своих мишенях, а глава государства, конечно, отстрелялся в яблочко, оставил автограф. Также под чутким руководством Гурбангулы Беруды Мухамедова, один из военных закончил стрельбу на отлично. Президент лично поправил прицел на оружие бойца. В Туркменистане культ Берды Мухамедова. Президент пишет песни, снимается в клипах, издает книги. В продаже более 10 монографий. Среди последних работ книга о пользе чая. Другой культ уже футбольной личности в Италии. Там отправили в космос футболку игрока клуба Рома Франческо Тотти. В ней он провел последний матч за римлян. Ракету с футболкой запустили с космодрома во французской Гвиане. Тотти играл за Рому 24 года и провел почти 800 матчей. В другие команды никогда не переходил. Ему дали прозвище Император. В столице Италии он очень популярен. В честь Тотти назвали городскую площадь. Его изображают на татуировках и создают тематические муралы. Необычный сервис для жителей Нью-Йорка предложил поэт Алан Андре. Он пишет стихи под заказ. Если хотите подарить оду своей возлюбленной, но нет времени, чтобы слагать рифмы, Андре все сделает за вас. Офис он устроил под открытым небом. Поставил стул, стол и печатную машинку. Предлагает сонеты, оды и даже японские хайку. За три часа работы пишет до 20 произведений. Фиксированной цены на услуги Андре нет. Поэт говорит, все индивидуально и зависит от вдохновения. Совершенно иное искусство представили в Гонконге. Экспонат, генерирующий мыльные пузыри, создал художник Шинзе Амака. Эта шестиуровневая пирамида состоит из полусотни компонентов. Она может выдуть до 10 тысяч экологически чистых пузырей идеальной формы, которая не содержит химикатов. Шоу длится не более 20 минут. Для него нужно 35 литров сухой смеси. Творение Амаки уже показали на главных выставках Японии. Красочный парад продолжается в Сальвадоре в честь святого покровителя страны. Участники шествия уверены, более яркого представления не найти во всем мире. Люди надевают пестрые наряды, пляшут и веселятся. Народные гуляния продлятся неделю. Каждый день по два концерта, а еще ярмарки, аттракционы и карнавалы. Каждый год на организацию праздничной недели власти страны тратят миллион долларов. В эти дни жители страны навещают родных и убирают на кладбищах.